Несмотря на то, что университет является колыбелью наук, здесь всегда найдется место для легенд и необычных явлений. Рассуждая на эту тему, мы составили гид по корпусам КФУ, где реальность встречается со сверхъестественным. В этом трехэтажном здании до середины 20 века была университетская клиника. Здесь даже располагалась часовня, в которой успокаивали больных и отпевали умерших. В подвале, где располагается типография, работал морг. В годы Великой Отечественной клинику переформатировали в военный госпиталь. Здесь умирали сотни бойцов. Когда вот случается, что ты совершенно последним, в полной темноте, когда уже все выключено, покидаешь это здание, то ощущение, что кто-то находится на самом верху, наблюдая, кто это может проверить? Никто, так же, как никто не может опровергнуть. Буквально недавно в ЦИТе проходил ремонт. И в связи с этим зародилась страшилка, что во время ремонтных работ нечто аномальное покинуло свой дом. Не менее интересная история еще, наверное, вот этой часовеньки, которая рядом располагается, где раньше находился тоже морг. Сказано, сделано. Сейчас мы держим путь в хозяйственный корпус КФУ. Попробуем разобраться, какие тайны хранит в себе это загадочное здание. Вот мы говорим, что на самом деле здесь были захоронения, плюс ко всему. Кого захоронения, мы не знаем. Это надо как раз-то исследовать, археологи должны работать. Но вот именно когда делали кабель высоковольтный, под уходящий сюда, наткнулись на эти захоронения. Мистических мест КФУ еще много, наверное, все дело в многовековой истории Альма-Матер. Старые величественные здания всегда заставляют вспомнить о тех, кто в них учился и работал, ощутить с ними неуловимую связь. Как нам удалось выяснить старинный часовник, где сейчас расположен хозяйственный корпус КФУ, загадочное нечто не проявляет себя в отличие от ЦИТа или Анатомического музея университета, с которым связано немало страшилок. Какие необычные явления привлекли внимание студентов и сотрудников КФУ в музее со специфическими экспонатами и как это объясняет эксперт научно-исследовательской организации по исследованию аномальных явлений «Космопоиск», мы расскажем в наших ближайших выпусках. Адель Шамилова, Роман Самарин, Ленар Довлетиаров, Универньюс.